В семье Софьи Тютиной целая династия авиамоделистов. Дедушка, папа, а также младший брат. Авиамодельным спортом девушка занимается с детства. Родители привели ее в кружок еще в пятилетнем возрасте. С тех пор Софья участвует в различных соревнованиях и занимает достойные места. Сначала я занималась такими легкими, то есть планерами. Я запускала планера, также занимала места. Потом я начала заниматься пилотажным спортом. Потом я на самом деле хотела заняться гонками, но все-таки скорость. Я поняла, что это мне по душе, прям с первой тренировки. Этой осенью Софья заняла второе место среди юниоров в Кубке России по авиамодельному спорту в классе кордовых скоростных моделей. Соревнования состояли из двух этапов. Первый проводился в Смоленске, а заключительный этап в Нордкале. Чтобы войти в тройку лучших, спортсменам нужно было показать наибольшую скорость своей модели. На самом деле это очень сложно. То есть это, во-первых, нужно дома на тренировках тренироваться очень много. А во-вторых, на каждое соревнование, на которое мы приезжаем, очень важна погода. То есть если ты дома приехал, у тебя холодно, а ездишь ты, допустим, на юг, то может даже не получиться пролететь ту скорость, которую ты запланировал. Над своей моделью самолета Софья работала два года. С ним она уже участвовала и в других соревнованиях. Конструировать такие скоростные модели – задача не из простых. Но девушка уже всей душой полюбила авиамодельный спорт. Многие считают, что это мальчишечий спорт. Но на самом деле в сегодняшнее время стало очень мало мальчишечьих спортов. То есть есть и мальчишечие, и женские. И я считаю, что авиамодельный спорт – это технический спорт, который подвластен всем и многим очень нравится. По результатам двух этапов Софья Тютина продемонстрировала скорость полета 560 км в час и вошла в сборную России. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.